всем здравствуйте сегодня прямой эфир у нас посвящен как правильно работать красками гелевыми и стемпингом это значительно отличается от работы с лаками вот мы с вами предыдущие две недели работали с лаками и стемпингом то сегодня мы с вами работаем м пастами это краски у нас без липкости итак начнем с самого первого простого варианта это вот такие фэшн фактуры эта техника у нас довольно таки старая называемые и еще называли раньше фэшн фактура и тогда цвет фона совпадает с цветом рисунка раньше мы это все рисовали вручную смотрите как прикольно теперь можно делать и при помощи стемпингом и так первый вариант давайте я покажу с красным очень важно чтобы цвет фона и эмпасты в данном случае совпадал либо отличался в сторону темнее вот но у меня сейчас под рукой нет более темного красного все таки 339 такой достаточно яркий цвет это прямо очень яркий цвет поэтому мы сейчас покрываем один слой с вами этого будет достаточно все покрываем сушим покрываем сушим я вот в instagram показывался с черный и желтый вариант а здесь мы сейчас с вами сделаем красный вариант как раз посмотрите это новые пластины их три пластины с 5 по 7 это 5 6 7 пластина и могут кстати с этой пластины уже работали с вами но использовали лаки а я вам сейчас показываю как это сделать с краской гелевой делается кстати проще быстрее с одной стороны потому что например в лаках нам чтобы примерно такого эффекта такого эффекта добиться ну во первых нужно было топом обязательно без липкости все это пройтись и выделить а здесь просто отпечатывается сушится и дизайн готов что для этого понадобится матовый топ обязательно нужен обязательно матовый топ сушим матовый топ сушим дальше вы знаете что у нас есть вот такой набор красок без липкости у меня здесь коробочка она розовая сейчас эта коробочка продажи она вот такой вот черный вариант имеет смотрите это похоже коробка на краски гелевую с липкостью сейчас такие же импасты вышли но у меня сейчас пока вот к старая коробочка здесь 10 цветов как раз мы отсюда берем с вами сейчас красненький цвет cranberry red красная клюква видите вот красный немножко темноват для вот этого 339 цвета вот советую фон всегда подбирать темнее чем цвет импасты нет краска гелевая и импаста краска гелевая это разные вещи просто импаста это тоже краска гелевая но она без остаточной липкости она без остаточной липкости а если мы возьмем просто краска гелевая да вот гель пейнт классик эта краска будет липнуть просохла она липнет ее только финишем перекрывать а если вы видите что пометка идет импаста это говорит о том что ее не нужно будет перекрывать финишем это очень удобно это очень удобно так все и теперь на матовом фоне это будет очень красиво и эффектно читаться поехали сейчас смотрите внимательно на то как работать штампиком отличие очень сильные в лаках мы перекатывающими движениями делаем а в краске гелевая нужно работать только перпендикулярно сейчас покажу чтобы расхода не было краски все-таки это не лак это более дорогостоящий продукт когда мы вот так вот мажем сердце конечно обливается сердце прямо обливается поэтому что мы делаем и так первое смотрите я обычные скраперы не использую для импасты вот эти вот пластмассовые они мне не нравятся вот для лака хорошо подходят а для импасты лучше все-таки взять прямо обычную пластиковую карту какую-нибудь ненужную старую мне ведь этот сим карты завалялась вот ей лучше всего делать смотрите и обратно в баночку увидели понятно чтобы без расхода было все конечно с импастой так не получится все равно расход будет дальше следующий этап так сейчас я штанг почищу чем хорош хороша окраска тем что не надо спешить перпендикулярно сняли и тут же перпендикулярно отпечатали и сразу в лампу видите какое отличие если это было был лак то я бы работала вот так перекатывающим движением и отпечатывала бы я точно также перекатывающим движением то когда мы работаем с импастой у нас движение только перпендикулярные прижали и кстати очень часто многие рвут штампик почему потому что нужно прижать же перпендикулярно и вот здесь вот этот торец бывает рвет штампик все и дальше что я делаю я штампик кладу в лампу тоже положила в лампу сушу чтобы не протирать его каждый раз чтобы не протирать его каждый раз я вот его просушила несите так удобно и такое приспособление вот здесь скотч приделаем я все отпечатала просушенную импасту и штампик чистенький все и дизайн наш готов тоже смотрите как прикольно есть конечно если там присмотреться где-то импаста там может не сильно пропечаталась но в принципе в целом этот эффект очень интересный получается смотрите как круто как мне нравится вот обязательно попробуйте сделать в разных вариантах вот сегодня я делала смотрите это вот black tar было черный это black tar m паста желтенький вот этот смотрите желтенький я его намешивала это у меня палитры чеки я намешивала я брала вот такой желтый неоновый пигмент номер 185 и м пасту белый рафинад и пасту белый рафинад девочки не поверите ролик для одежды сейчас вот в инстаграм шел эфир я все перерыва я не могу найти ролик смотрите мне например ролик нравится когда мне нужно делать вот такие отдельные элементы подчищать а вот так вот быстро снимать мне вот оно висит очень удобно так тык 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 быстрее чем валиком ну как бы импаста сполимеризованная валиком не очень хорошо снимается вот поэтому я люблю скотч для им пасты сполимеризованной использовать так следующий вариант техника когда мы с вами м пасту также делаем сверху фи финиша но когда например рисунок разноцветные импасты смотрите видно сейчас вот этот вот тип сейчас крайне будем делать вот этот импаста разноцветная рисунок фактурно лежит на матовом топе тоже это очень красивый эффект тоже красивый эффект делаем так это третья пластина граффити новая тоже новенькая все приготовила сейчас мы намешаем все как раз посмотрите как намешивать так паста используем смотрите не белый декор а именно white рафинад белый декор густоват для стемпинга то вот имейте ввиду в палитре можно намешать и хранить мы из белого рафинада делаем такой вот не он чик желтенький не он чик и и дальше то же самое берем 186 пигмент 186 пигмент также берем белый рафинад сейчас девчонки я прочту вопросы не успеваю не могу смотреть одновременно делать испачкала белый рафинад вот свинья видите сегодня поздно провожу эфиры так ну и розовый точно также намешиваться уже розовый не буду намешивать сейчас номер покажу очень жду от вас него новой краски для стемпинга сама жду так номер 190 так номер 190 так и розовенький все сделали так фон мы еще с вами не сделали но я тоже сейчас возьму черный фон на черном фоне видео хорошо все видно вам все нюансы так черный гель-лак номер 130 сушим также здесь покрываем финальным топом все а это матовый топ потому что если мы хотим чтобы рисунок прям будет блестел смотрите он видите какой вот эффект получается сейчас я получается поверхность матовая у покрытия краска летит лежит без покрытия а так как она без липкость она глянцевая получается вот тоже очень красивый эффект единственное что возможно если у клиента очень сильная нагрузка на ногти может быть стирание по торцам краски так как она не защищена лежит тонким слоем вот если клиент аккуратный то прям очень интересно получается до сверчки поют девчонки на заднем плане выкладывается смотрите если в instagram приходится выкладывать всегда через сутки на следующий день здесь мы всегда все выкладываем сразу я вышла из эфира и тут же его выложила поэтому если пропустили начало через пять минут заходите после окончания эфира эфир будет уже здесь в контакте в ленте так матовый топ следим чтобы жирно не нанесли чтобы низко кожился все суши идет чем удобно м-паста тем что вы так вот работаете не спеша нанесли до чистили единственно там в лампу надо сразу ложить вы если в лампу краску не положите начнет как вода на стекле собираться вот и конечно вот такую штучку я люблю ведь это обычная визитка для краски нет под водой не смоется она может и стираться это если вот у клиентка у клиента большая нагрузка и тогда это краска ну как от того что ее постоянно повреждают и труд а так от воды это же гель он сполимеризовался все это полиуретан образовалась такая полиуретанная пленка образовалась конечно уже от воды это не смоется еще раз смотрим на ошибки перпендикулярно прижали сняли четко перпендикулярно и отпечатали четко перпендикулярно и в лампу если чуть-чуть где-то куда-то в сторону вас повело вот здесь как раз может размазаться краска так также кладем сушим давайте сейчас параллельно сделаем белый тип чтобы вы увидели что я вот сейчас не убираем пасту я сейчас смогу 2 отпечаток сделать вот в этом плюс у краски гелевой с одной стороны минус она дороже выходит по себестоимости такой стемпинг до лаком дешевле выходит так у меня подставочка еще одна сейчас вы увидите что вот этот градиент который я растерла я его не трогаю я сейчас им еще раз поработаю давайте отличалась на беленькие отпечатаем это белый лотос не видите типсы дурацкие не лень их в эфире пилить белый лотос 001 так все это сполимеризованный остаток снимаете об скотч вот не видите удобно вот так со скотчем работать валиком обычно я убираю это когда мне дизайн надо выборочно убирать так теперь матовый топ матовый топ и сейчас повторим повторно этот вариант уже ведь видите готов смотрите он не смывается от воду все вот вариант готов рисунок глянцевые поверхность матовая получается очень интересно хочется вы работаете полностью сверху у меня совсем не грузится запись это значит у вас плохой интернет если у меня был плохой интернет у меня бы не было сейчас столько людей в эфире а людей сейчас очень много паста очень хорошо держится пишут девочки хорошая день синьона грандиарен хороший под водой так вошли не будет затираться будет у тех у кого нагрузка будет на поверхность до эмпасту краску гелевую без липкости смешали с пигментом так и теперь смотрим понятно что сейчас здесь эмпасты меньше осталось правильно я же один раз снимала оттиск и сейчас краски будет меньше чем до этого но все равно я считаю для повторного прохода даже очень неплохо так экономично я вам бы сказала получается очень экономично да для контакта вот в чем косяк контакта если у вас поганый интернет это все это капец мне например пришлось для эфира вконтакте покупать новый роутер 5g покупать самый высокий объем скорости 20 50 прикиньте просто для контакта для инстаграма такие вот заморочки не нужны на белом конечно вот такой светлый пастельный не очень хорошо смотрится но все равно есть где-то видно что красочки так маловато осталось но я считаю что для второго слоя приличная эмпаста и отпечаталась даже очень хорошо так эту вы технику поняли переходим к следующей техники что у нас там по плану шло сейчас я гляну а вы сейчас посмотрите разницу между эмпаста и краска гелевой на примере гипюра я это показывала в марафоне весной еще я люблю этот гипюр делать вот как раз этот эффект дымки прозрачности вот когда вам нужен такой эффект как раз нужно использовать краски гелевые да у них с одной стороны не хватает плотности как у лака но вы видите какие штуки прикольные можно делать здесь вот например даже не видно что черный лег полупрозрачно он же ложится полупрозрачно и здесь не видно что красный лег полупрозрачно смотрите какой эффект вот поэтому если вам нужна четкая графика краски для этого не подходит если нам нужен полупрозрачный эффект краски для этого идеально поэтому все подряд краска не получится делать она для определенных эффектов она для определенных эффектов так а я еще в тирке вам не показала давайте гипюр а потом в тирку как делать то что ж такие типс дурацкий так ну для в тирке я сначала подготовлю фон черный гель лак прозрачный какой-нибудь топ ну я думаю что лучше взять без липкости потому что им пасту лучше отпечатывать либо на матовую поверхность вот либо на глянцевую смотрите на диспрессионную пленку лучше не отпечатывать поэтому как и лак стемпинг в идеале лучше делать на топ без липкости но я очень люблю конечно на матовый делать на матовый она прям вообще не разъезжается делаем такой вот прозрачный эффект делали сушим чтобы исчезла остаточная липкость и теперь вот первый слой в гипюре хорошо делать м пастой как раз у нас для гипюра есть целая пластина она выходила у нас прошлой то что вот весна что была блин где моя пластинка вот смотрите она вся посвящена гипюру здесь есть вот такие просто без ничего паттерны виде фатина вот виде фатина и вот такой вот вот такого плетения и это это можно использовать для гипюра как основу а потом уже беря вот эти отдельные элементы смотрите здесь прямо таравок есть из отдельных элементов даже цветок эми есть можно уже делать всевозможный гипюр разный набор элементов делайте только вензеля например или вот такие вот коринфские вензеля там можно просто цветы до хаотично отпечатать тоже гипюр будет вот поэтому имейте ввиду что эта пластина из предыдущей коллекции она входит у нас базовый ассортимент она входит в базовый ассортимент и она есть наличие и на эми шоп и у дистрибьюторов так и смотрите сначала мы работаем с вами м-пастой как я и говорила эта краска без липкости для первого слоя чтобы он был полупрозрачный хотим полупрозрачный эффект эта краска гелевая без липкости и сразу в лампу единственное что нужно делать быстро это ложить сразу в лампу вот это да вот все остальное видите с импастами делается не спеша и чтобы расход им пасты был маленький вот эти остатки импасты обычно так оба обратно в лампу баночку убираю все теперь мы переходим на работу с лаком теперь мы переходим на работу с лаком и лак как раз уже в гипюре в этом ложится у нас плотным рисунком и здесь обязательно топ без липкости если до этого я не перекрывала потому что у меня там шел ультрашайн был до при намешивании вот поэтому сейчас когда мы работаем лаком вы берете либо ультрашайн либо т-класс вот я все-таки предпочитаю т-класс слушай слушай и теперь уже лак с вами берем вот с лаком нужно быстро шевелиться это уже вам не краска гелевая здесь движение должно быть быстро вот это сейчас мы с вами будем делать лаком так смотрите мне сегодня лайфхак такой потому что я не могу найти валик реально мы пережили все я не могу найти где мой валик для пыли мне тут под рукой был скотч я покупала для типс скотч двухсторонний я нарезала смотрите себе в здесь вот кусочки вот такие вот мои кусочки понятно что это заранее делать это не висят сейчас поймете для чего я нашла выход из положения но я завтра то конечно найду этот валик куда его дело скорее всего костя мой поиграл в него так все приготовились здесь у меня есть красивый цветочек и так у меня под рукой нет валика вот очень удобно отпечатали дальше здесь есть у нас такие вензелёчки красивые вензелёчки отпечатаю с одной стороны кусочек и с другой стороны давайте этот кусочек вензелёчка вот прям вот настоящий гипюр видите который вы собираете сами из разных элементов этот гипюр очень хорошая пластина она такая базовая здесь есть эми цветы они есть в паттерне собранные когда их тут много вот и есть отдельный эми цветок кстати можно было гипюр сделать с эми цветком тоже бы было хорошо все вот можно нарисовать вот такой кантик очень красиво вот с таким кантиком например и в конце мы берем финиш ультрашайн можно было бы матовые сделать да гипюр тоже очень красиво все дизайн готов все сделали и последняя техника я вам еще не показала как в сухом виде использовать неоновые пигменты так как у меня перламутровых не оказалось здесь на кипре у меня какие-то прозрачные есть но я тогда на следующей неделе покажу когда втирка еще перламутровыми пигментами но я в принципе уже показывала вам сейчас делаем с вами неоном неоном для этого также возьмем давайте черный фон также берем черный фон все я уже почти заканчиваю это я представляю кто там из новосибирска уже глубокая ночь ну вы если что в записи эфир можно пересмотреть будет я его сразу же сейчас выгружу сушим здесь мы используем топ без липкости teclas сразу либо ультрашайн я предлагаю ультрашайн потому что он более стеклообразный к нему больше вероятности что не прилипнет пигмент но нам в любом случае даже ультрашайн придется чуть-чуть шлифовать это обязательно наборы для стемпинга будут в продаже постоянно смотрите я думаю что нет мы когда стартовали с этим продуктом новым у нас были наборы сейчас по-моему поштучно продается хотя может быть я ошибаюсь вот конечно в наборе там же еще пластины шли вот те которые из первой коллекции поэтому сейчас наверное нет сейчас видите отдельно все продается отдельно лаки ой смотрите я не просушила по моему черный бельлак ну ладно так сушим я его по моему вообще не просушила прикиньте ладно надо будет сейчас еще слой покрыть здесь вот разницу вот когда смотришь вот так не видно да это была импаста или втирка вот ну единственное что это только под финиш делается вот я сейчас буду показывать очень похоже на вот то что я делала с импастой Костя у меня еще эфир но здесь прикольно то что у меня видите матовый фон импаста глянцевая в общем разные эффекты можно и так и так так девочки я тут напортачила чуть-чуть сейчас я нормально топ перекрою можно на типсики посмотреть я тут еще с матовой фольгой делала но сегодня уже не успею вам показать в наборах смотрите сейчас наборы со стемпингом не продаются они продавались раньше по моему сейчас нет наличия наборов и да там шли 4 пластины азия была в том числе сейчас азию мы ее попродавали и все следующий тираж мы не дозаказывали базовый ассортимент мы азию не стали добавлять потому что у нее были самые плохие продажи вот поэтому мы всегда оставляем то что хорошо продается так берем шлифовщик 180 на 100 а лучше взять 240 180 и стороной именно 240 шлифануть номинально не обязательно прям там тщательно шлифовать номинально почему я это делаю вот пигменты они обладают такой особенностью что они прилипать умудряются даже к топам без липкости казалось бы ультрашай но он уже настолько вот без липкости да не должно ничего прилипнуть но вот особенно перламутровые иногда могут прилипнуть вот кстати неоновые редко прилипают но я все равно вот так иногда на всякий случай шлифую все прошлась теперь мы работаем краской с липкостью прям не знаю запишите себе если нам нужна втирка с пигментами то вы берете уже краску гелевую с липкостью и на ней как правило уже ничего не написано видите разница там где краска без костя тихо там где краска без липкости написано слово импаста а там где краска с липкостью ничего не написано все alpin snow а это как раз набор на котором гель paint classic мы берем с вами альпийский снег рекомендую альпийский снег купить для французского маникюра шикарный для чего еще для как раз втирок под пигменты тоже классно так что мы тут еще не использовали с вами вот этот возьмем так же накладывается все то что и сейчас мы Все то же самое, сразу в лампу, это тоже в лампу, и примерно 15 секунд, еще важно не пересушить, ну, 15-20 секунд, 15-20 секунд. Берем сухую кисточку абсолютно, блин, какие-то мошки мне тут летают, я, конечно, взяла и мешную кисточку, но вам лучше купить просто какую-нибудь прони белку, колонок, обычную, сухую. Все, и втираете. Ну, вот неоновые пигменты в этом плане не такие капризные, например, как перламутровые. Перламутровые, они, конечно, капризные. Так пальчиком легонечко вытираете. И можно, например, что-нибудь наклеить. Вот, если хотим что-нибудь наклеить из наклеечек, снова наносим текос. Сушим. Сейчас мы какой-нибудь шерми кончик приклеим. Да, мы обучаемся. У нас есть обучение на все. Так, берем мой любимый шерми кон. Просто наилюбимейший. Обожаю эти фразы. Немножко юмора нам сегодня не помешает. Вечериночка. Все. И здесь уже можно опять вернуться к ультрашайну. И перекрыть ультрашайном. Все. Я сегодня вам рассказала очень много техник, но я таких прям базовых. Я ничего сложного вам сегодня не давала по работе с М-пастами. Смотрите, если вы зайдете сейчас на Эми Шоп, на Эми Шоп, возможно, будет уже новая коробочка. Потому что сейчас розовая у меня. Она уже старая коробка. Сейчас краски вот в черных коробках идут. Вот. Если у дистрибьюторов будете набор М-паст покупать, возможно, будет еще в этой коробочке. Вот. Также Блэктар и Белый Рафинат. Где Белый Рафинат? Они также еще продаются отдельно, потому что у них самый большой расход. Новогодние пластины покажу, но чуть позже, еще рано, девочки. Они уже пришли, новогодние пластины. Вот. Ну, еще рановато показывать. Ой, господи, опять. Так. Ну, вот-вот. С стирками мы посмотрели с неоновыми. Так. Вопросы. Можно я фильтр включу? Ой, что-то я устала. Мам-мам. Мам. Спасибо, дорогой. Вопросы. Давайте. Пять минут. Пластины новогодние будут, конечно. По-моему, одна пластина. Но ее достаточно. Декорации новогодние будут, гель-лаки будут. Я вас очень сильно обожаю. Спасибо, дорогие мои. Я работаю для вас. Для вашего вдохновения. Так. В школе ими есть курс педикюра. Смотрите. Эти цены на курс педикюра, конечно же, будут в разных регионах разные. Вот. В Москве там самые большие цены на обучение. Но потому что у них аренда и зарплата совершенно другие. В Питере чуть дешевле будет. В Ростове еще дешевле. Там где-нибудь в Вологде или, я не знаю, в средней полосе может быть еще дешевле. Онлайн педикюр. Сейчас цену не могу сказать. В голове все цены не держу. Если вы перейдете в аккаунт Эми Онлайн, здесь в ВКонтакте, Эми Онлайн, у нас несколько этих аккаунтов, напишите там менеджеру, если не найдете. Либо здесь можно написать в директ, и вам пришлют ссылку на покупку курса онлайн педикюра. Цены разные, поэтому здесь... Так, кажется, я не смотрю, хотела знать, стоит ли ждать. Все по отдельности. Есть лаки и пластины. Нет, смотрите, наборы не ждите. Мы их выпускали набором. Но когда это был старт продаж? У нас же это был продукт впервые. Понятно, что здесь были включены пластины, которые из первой партии, из первой коллекции. Поэтому сейчас это уже не актуально. Возможно, сейчас получится к весне выпустить пастельные цвета для стемпинга. Тоже будут продаваться поначалу в наборе, а потом вот так поштучно уже. Но мы долго поштучно продавали. Ой, мы долго продавали в наборе. Так. Я с Новосибирска досмотрев. Какие вы молодцы. Так, по набору, по стемпингу я ответила. И не нужно топом перекрывать. Если эмпаста, то не нужно перекрывать топом. Катя, сделайте бокс имени Екатерины Мирошниченко. Это как? А что туда нужно добавить? Ну, расскажите мне. Если я такой выпущу бокс, скажут, что у Мирошниченко вообще там не просто уже корона, а там, я не знаю, целое ведро с короной. Что я вообще с ума сошла. Лаки быстро сохнут. Много раз не разбавить, весь не израсходовать. Поэтому мне больше нравится эмпаста. Ну, смотрите, эмпасты, вы видели. Все эмпасты невозможно сделать. Понимаете? Если нужен какой-то четкий рисунок. Ну, эмпасты невозможно сделать. К сожалению. Так, ну все. Вроде я ответила на все вопросы. Катерина, три в одном красный выпустите. Для педикюра? Так. Я, кстати, не узнавала, что по обратной связи с педикюром. Потому что вот эти лаки три в одном, которые сделали для педикюра. Они, в принципе, для маникюра подходят. Они-то очень пигментированные. И, как оказалось, блин, не у всех лампы тянут. Эти гель-лаки. Не все вообще могут и мимо работать. Ну, наливают очень много, что у них тупо не высыхает. Вот. Поэтому я не знаю, какая сейчас обратная связь по продаже первой партии. Потому что мы-то собирались сделать потом базовые цвета. Белый, черный, красный, там, бордовый, коричневый. Еще выпустить шесть цветов классических. Вот не знаю, что там отдел закупок скажет. Приламутровый стемпинг будет. Да все будет. Вот. Сейчас я просто хочу сделать пастельные цвета для стемпинга в первую очередь. Золото и серебро. Потом неоновые нужно цвета сделать. Видите, это у нас было не основное направление. Это шмыто. Я только запустила. У меня, как всегда, видите, позднее зажигание. Я долго не хотела делать стемпинг. У меня, видимо, травма 20-летней давности, когда привезла в салон с выставки Конат, вот эта крейская фирма по стемпингу. И как у меня ни одна маникюрша не стала работать этим стемпингом в итоге. Я забила на него. Когда новый бум начался где-то пять лет назад, я не захотела делать стемпинг. А сейчас хочу. Вот, делаем. А почему не получается обычным гель-лаком делать стемпинг? Он слишком жидкий, девочки. Вообще как ахо будет. Тут только краски гелевые в банках надо покупать. Вот, в Эми краски гелевые, вот они они. Но для стемпинга я бы их не использовала. Это максимум только белый и черный. Купить все. Остальные цвета я не использовала. Так, хотя можно неоновый пигмент смешать с неоновой пастой. Конечно. Если хочется где-то плотность побольше добавить, смешивайте. Я купила специальную краску для стемпинга. Да, есть на рынке специальная краска для стемпинга. Она более пигментированная. Но она так же как и лаки идет только для стемпинга. Покрывать такую краской нельзя. Она в принципе не высохнет. Я еще думаю делать нам краску гелевую для стемпинга. Мне, конечно, не кайф. Вот. Ну, посмотрим. Выпустите еще набор для стемпинга. Я сейчас сделаю скриншот вот этого сообщения. Покажу продуктологам. Может, все-таки правда нам сделать набор для стемпинга. Еще раз. Скажите, на Валбересе ваши продукты есть? Это не подделка и паста? Нет, это не подделка. На Валбересе там не весь ассортимент. Вот. Потому что там нерентабельно держать весь ассортимент. Он же гигантский. А платить аренду Валбересу нужно за каждую единицу. Эфир бомба. Вот такая красивая. Ну, я, видите, я же тут еще этот включила. Вот такая я без этого. Без фильтра. Я красивая без фильтра. Это я делала, когда себе глаза. Это, как это называется, блефоропластику. Я не резала нижнее веко. Сейчас вот страдаю. Думаю, верхнее веко порезала, нижнее не резала. Ну, что ты вот не порезала-то нижнее? Уже пора и нижнее резать. Очень хотелось бы пластину с цветами из курса Dolce & Gabbana, чтобы слайдеры не покупать каждый раз. Слушайте, ну, пластина для Dolce & Gabbana это какие-то фоновые дизайны. Ну, можно потом выпустить. Потому что сам эффект у слайдеров в боксе, там же будет стекло очень много, там цветы такие шикарные будут. Ну, с темпингом этим нельзя... С темпингом можно какие-то примитивные варианты делать. Первомутр к Новому году нужно. Наверное, не получится. Не успеем. Так, ну все. Что с вашим столом? А что с моим столом? У меня тут банка прилипла недавно. Это я ацетон, видимо, разбрызгала, банку разъела, и она прям в лак от стола прилипла, и я ее два дня оторвать не могла. Чуть-чуть испортила стол. Не знаю, что делать, когда... Я же арендую квартиру. А я ее арендую до апреля. Я не знаю, когда в апреле буду съезжать, что-то надо как-то придумать до апреля, потому что стол я так конкретно им подгадила. Где вы берете столько вдохновения и энергии? Я же не пилю ногти, смотрите. Если бы я работала с клиентами или с учениками, честно, меня бы не хватило на такое количество эфиров, которые я провожу каждый день. Я вот, наверное, начиная с пандемии, у меня так как бы периодами, я перешла, видите, на активную деятельность в онлайне. Я очень много эфиров веду. Тем более сейчас, после 24 февраля, вот я поняла, что моя основная задача это вот как-то вдохновлять людей. Я этих эфиров веду еще больше. И мне не сложно, мне очень нравится, я не устаю. Потому что, видимо, у меня нет, знаете, таких... Такого огромного количества поездок, которые были раньше. Да, раньше, конечно, было очень сложно все это совмещать. Я жутко уставала. А сейчас... Сейчас как-то так. Видите, мы благодаря пандемии сумели перестроиться на новый формат работы. Я, например, к онлайну раньше была очень скептично настроена, никогда не была к нему готова. А здесь полночь у меня работа ушла сейчас в онлайн. Сейчас, благодаря тому, что мне нужно было сделать для сына счет, чтобы оплачивать английскую школу, я уехала, вот видите, в другую страну. Дочку отдала в английскую школу. Это как бы был предлог, но на самом деле, я понимаю, для меня это была возможность попробовать полностью уйти на удаленку. Я же полностью сейчас работаю в компании на удаленку, веду все собрания на удаленке, коммуницирую со всеми сотрудниками, со всеми отделами. Я веду прямые эфиры во всех социальных сетях еще больше, чем я вела до этого, когда была в живую в офисе. Поэтому пандемия нас научила работать комфортно в онлайне. Мне очень нравится, я не устаю вообще. Я реально могу сидеть весь день, говорить, делать, говорить, делать. И мне нравится, что я могу теперь. Смотрите, захотела в 9 вечера, провела эфир. Есть вдохновение ногти себе попилить. Села, ногти сделала. Раньше я такого количества ногтей даже на себе не могла сделать. Все время как-то времени не хватало. А дома у меня материалов, я их никогда не храню дома, в Ростове. Хотя можно все-таки вернуться к этому формату, привезти домой опять все материалы. Взять отсюда с Кипра, когда буду уезжать, не в офис везти эти материалы, а отторобанить их в ростовский дом, соорудить себе там кабинет. Потому что я же когда-то в Ростове работала дома, когда родила третьего ребенка, потом когда четвертого родила, я же периодически дома работала. Слушайте, спина болит здесь, так неудобно. Я сижу на барном стуле. И вот этот косяк, конечно, я работаю с барном стулом. Да, у меня татуаж на верхнем веке. Он такой старый уже, правда. Я аж еще резала как до века, он немножко, знаете, как поплыл. Надо перебивать татуаж. Сколько я смотрела на вас, но вселенная меня все равно привела к вам. Спасибо, очень приятно. Я по эфирам ходу везде за вами. Раскрасьте стол. Да они меня убьют, если я им стол раскрашу. Надо чем-то зашлифовать. И я думаю, лак купить, может быть, вверх, ну не знаю, боюсь. Либо лучше вот так вот оставить, как-то зашлифовать пилка шлифовочная. Я вдохновилась вашим маникюром с Гуччи, сделала себе такие же. И тоже пока одну руку. Я так и хожу. И помните, я говорила, что я хочу сделать вторую руку, вообще просто типсы готовые, сделать уже покрытие, дизайн, а потом просто приклеить. Единственное, что я такой же эксперимент делала, плохо ультрафиолет проникает через уже готовые типсы, покрытые цветом гириллака. И есть вероятность, что внутри останутся пустоты, не сполимеризованные. Ну, как для мастера, это выход из положения там. Я хожу периодически с такими некачественными ногтями. Но это касается вот этой правой руки. Потому что мне ее сделать, дизайн здесь нереально. Это будет уродство. А мне что нужно, фото роскошное, с идеальным там каждым миллиметром. Вот. Надо заканчивать. Надо мне вещи собирать. Я завтра в Стамбул улетаю по работе. Завтра выставка упаковки. Выставка сырья. Завтра мы... Завтра весь офис из России прилетает, руководители. И я лечу в Стамбул. Завтра будем работать. Почему в ВКонтакте Веры Миршниченко нет? Девочки, она и так очень много ведет разных эфиров. Потому что ее есть еще и ВКонтакт запихнуть. У нее крыша поведет. Правда. Потому что она очень много эфиров в клубе ведет. У нее очень много личных сессий. Вы видите, что она из мастера маникюра превратилась уже в такого прям коуча, психотерапевта. Она очень хорошая, кстати, гипно-психотерапевт. Я даже у нее сама в сессии покупала две штуки. Вот. И ей просто физически не хватает времени. Просто не хватает времени. Да, спасибо. Завтра еду одна. Дети у меня здесь одни останутся. Надеюсь, за три дня с ними здесь ничего не случится. Да, и эфиров со мной сейчас в ближайшие три-четыре дня не будет. Мы встретимся с вами в воскресенье. В воскресенье будем, как всегда, с вами работать вечером. Аня, кого тоже не хватает ВКонтакте. Ну вот, смотрите. На ВКонтакт многие, конечно, так и не смогли перестроиться. Вы же помните, когда случилась блокировка, вроде мы как туда пошли. Я очень долго не могла к ВКонтакту привыкнуть. На себе даже не представляете. И многие так и не смогли. Поэтому и Аня, она же пыталась ВКонтакте, она же завела страницу, начала там эфир вести. Вера также начала вести эфир. А потом забросили, опять в Инстаграм вернулись. Потому что люди научились покупать VPN, научились им пользоваться. И, в принципе, сейчас аудитория, которая ушла из Инстаграма, она начала возвращаться потихоньку. Ну, не вся, конечно, но процент большой вернулся. Всё, всем спокойной ночи, всем пока-пока. Увидимся в воскресенье с вами. В воскресенье.